Выставка с честью несли звание выпускника Казанского университета открыла свои двери в музее истории КФУ 24 января. Она была создана из фондов геологического музея имени Штукинберга. Воспитанники Казанской геологической школы всегда активно принимают участие в изучении и освоении новых территорий во всех уголках земного шара, часто являясь первооткрывателями месторождений. Фонда геологического музея КФУ сформировалась за счет дарений, в том числе и от выпускников геологического университета. Одним из них является Замараев Арнольд Анатольевич. Конечно, 2017 год очень плодотворен на различные юбилеи, но мы решили его начать с выставки, посвященной тому, что может сделать выпускник и чего он может достичь в результате своей очень активной, творческой, плодотворной деятельности. За свою долгую трудовую деятельность на севере Якутии Арнольд Анатольевич Замараев, как увлеченный человек, собрал коллекцию минералов горных пород и палеонтологических образцов, которую впоследствии подарил геологическому музею. На выставке можно увидеть привезенные Замараевым из экспедиции фрагменты костей и зубов, шерсти и кожи мамонта. Минералы, выставленные в витринах, собраны на открытых Замараевом месторождениях. Коллекция уникальных агатов собрана в бассейне реки Колыма. Все, что имел, он сказал своей семье. Все передам в геологический музей. И так и сделал. И он не одинок. У нас много таких выпускников, которые свои коллекции передают в музей. Мы их очень ценим, любим. И мы рады, что серию выставок, посвященных выпускникам геологического института, факультета, мы начинаем именно с Арнольда Замараева, как с одного из выдающихся его представителей. Помимо минеральных дарений, на выставке также представлены личные документы Замараева. Фотографии, воспоминания, записки северянина, грамоты, коллекция значков. Открытие выставки посетили дочь и внук Арнольда Анатольевича. На самом деле он любил людей, любил друзей, любил вообще жизнь. И всегда очень гордился тем, что он является выпускником Казанского университета. Он говорил, что если бы можно было создать карту из открытия выпускников Казанского университета, открытия месторождения, эта карта бы покрыла всю территорию тогда еще Советского Союза. Елизавета Евтифеева, Роман Самарин, Универ Ньюс.